Играет музыка Не, ну он конечно в этом деле молодец Я тут не спорю, просто как бы у нас тут свой был интерес Теперь я в белый свет ухожу на моем видео А как меня и где сидит и начали мне говорить? Ну что, вы идете? В землянку-то говорю, пойдем А Серега пошел сейчас посмотреть Что, будете смотреть надпись, которую *** нацарапал? Нет, надо посмотреть Привет из-под шконки, где он царапал надпись Ха-ха-ха-ха Тебе меня слышно? Мы пошли в землянку Ты радиостанцию сделай погромче, мало ли что Серега, подожди, давай я сниму как-нибудь Давай В общем, думаю, в землянке тоже ничего не изменилось Потому что Тут, в принципе-то, никого и не было, я думаю Чайник, все Вон сожженный диван видно Здесь, надо мной Жужжит дрон Ну что? Землянка Да, она самая Ну если надпись не найдешь, позовешь Ну вот где с*** нацарапал, что типа Саша нацарапал надпись, что в него кто-то вселился, типа найдите это зло и убейте. Ты не видел у них видос-то? Оно в принципе у Антона в конце видео, вставка-то. Ну да, всё на месте. Ничто никуда не девалось, кроме диванчика. А вот и диван. Его не спёрли, его просто сожгли. Вот землянка с печкой. Вот печка. Не знаю, тут надписи пока никакой не видно. Ну как-то спали тут. Да что-то так и не нашёл. О чём я тебе покажу? Ну давай попробуем ещё раз. Пошли. Чай оток тоже. Фонарь включился. Ну ё-моё. Крест, иконы. Ой, туалетная бумага. Нормально. Значит кто-то был. Да. Вот и пусто. Так. Да, здесь сильно холодно. В общем смотри. Это вот написано на этом бревне с той стороны. Надо вон оттуда заходить. То есть снаружи. Ну вот, да. Типа. Вот она надпись. Вот она нацарапанная. Но её уже плохо видно. С моим, как ты понимаешь, телосложением лазить там неудобно. Тут было удобно. Он, я так понял, рост от небольшого. Ну да. Вот она. Смотри. Видишь? Ну я тебе говорю, мы тогда лазили, мы так толком и не поняли, что там написано. Какая-то надпись непонятна была. Не, ну если залезть туда и прямо смотреть, то будет видно, что написано. Но плохо. Да, но всё равно, да и не с моим ростом, это... Да, да. Нам неудобно. Да, да. Что-то я там и дальше какое-то слово. Ну да, что-то. Я этого не хотел. Оно меня заставило. Что-то приблизительно такое там написано. Найдите что-то это зло и убейте. Капец. А почему именно... И там это. Он говорит, типа, вот есть координаты, мы не будем их палить. Ага. Но мы смотрели, координат там нет никаких. Да, что-то всё он выдумал, мне кажется. Я тебе заделал, типа, вот здесь координаты GPS. Но не, ну честно, я не представляю Сашу царапающим там координаты GPS. Да, да, да. Это не его стиль. Ну, как-то странно это получается. То есть, мне кажется, это было сделано, чтобы... Ну, то есть, оно прикольно. Он вообще год молчал, наверное. Он только через год начал общаться-то. Потому что мне Сашка тогда присылает видео. И говорит, смотри, какие-то пацаны с Москвы ходили. Ага. Послушай, что им Саня говорит. Я сижу, слушай, а Саня им про нас заливает. Как он нас напугал. И мы такие, а, 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 вот всегда. Я Серёге тогда пишу. Блин, пришли целые видео. Мне интересно послушать, что там про нас ещё тебе договорил. Ну? И вот Серёга молчал где-то год. Потом он начал, это, более-менее общаться. Ага. Не, ну с другой стороны, да, Серёгу тоже можно понять. Хрен его знает. Тут какой-то левый. Ему пишет, блин. Послушаешь сами, скажешь, нахрен. Ещё такие же какие-то клиенты. Слушай, это вон кто там ходит. О, Дима с Юлей. О. Вот они, Дима с Юлей. Тем он интересен, я не могу даже местную историю рассказать. А, и чё, как тут? Тут товарищи одни. Втроём. Раньше, когда не было ничего, пошли копать сюда. Угу. Ну? Если хочешь, можешь даже записать. Вот пишу, да. А, ты уже пишешь? Да. Вон яблонь стоит. Угу. Вот один, короче, лёг под эту яблоню, а они пошли в церковь. И он говорит, я лежу, говорит, под яблоню. Ну, два ворона из леса сразу раз, говорит, и туда. И сидят, говорит, смотрят за ним, что они там делают. Ага. Потом раз, они из ниоткуда, говорит, появляются тучи. Да, да, да. Начинается чуть ли не шторм, а дело-то весной было. И он говорит, если хочешь, можешь меня снимать. Я-то как-то бы не стесняюсь. Ну ладно. Вот. И он говорит, я лежу. Меня, говорит, цветом прямо, как снегом засыпало. Ага. Говорит, резко дождь, всё. И он говорит, я сюда иду, говорю, вы что тут, говорит, делаете? А они, говорит, с лопатой что-то роют. Говорит, давайте завязывать. Хотя-то там, говорит, уже ураган. Причём это рассказывал директор магазина, у которого Саша-царь покупал бензопилу. Да, да, да. И он это рассказывал вот так вот при всех в магазине. Я не думаю, что надо рассказывать сказки, тем более пристальки свидетелей. А самое главное, всех этих ребят я знаю. Ага. Это весело было. Так что, уж верить этому нет, решайте сами. Ну, понимаю, блин. То есть, всё-таки здесь где-то и миф, и не миф, да? Не, ну, здесь мистика творится. А. Сюда собирались четыре ведьмы. Всё-таки ведьмы были? Нет, они не приехали. А. В общем, как, ко мне один раз в Инстаграме пишут. Ага. Вы не могли бы нас, вроде, говорит, проводить довереть? Ага. Я говорю, без проблем. Я думал, местные кто? Ага. Пишут, короче, Москвы, женщина. Ты раз в Инстаграме, ты мне учёшь? Что, оборудование носишь? Да, давай. И, в общем, они это. Ага. Ну, мне говорят, мы, говорит, были тут на днях, дорогу найти не смогли. Ну, вот как все обычно. Ага. И я начинаю смотреть, кто? Писательница с Москвы. Самое интересное, что она участвовала вот в последней битве экстрасенсов. Вы то мне это сказали, знакомые, кто телевизор смотрит. Ага. А я говорю, я-то не против вас проводить. Они мне говорят, что нам, говорит, надо на могилах провести обряды. Ага. Я говорю, как бы что тут это не произошло. Уж я не знаю, там, поедут они, когда сюда не поедут. Но так они сюда и не попали в итоге. То есть, а эти надгробия, они просто здесь в куче собраны, а сами захоронения вообще не здесь или как? Нет, захоронения здесь. Просто вот смотри. Ну. И ходи, посмотри, оно с ямами, с копами. Ага. То есть, видите, допустим, вот, памятники все стоят вообще в других местах. Из-за этого, вот, как ты говоришь, они качаются. Да, о них даже повалить уже спокойно можно. Ну, с тобой сейчас можем ходить образом по могилам. Да. Но тут люди, как говорится, это, ну, плохих-то людей на этом кладбище нет. Как тут тоже говорили одни. Угу. Поэтому я не думаю, что тут вот как есть такое поверье, да, на могилу нельзя наступать. Видишь, вот тут яма? Да, ну. И деревья растут. И они, когда вот в эту часть леса не ходил, и получается, я пошел тогда палацку смотреть, когда я старый, а смотрите, сколько здесь памятников есть. Вот, да. И вот он, мужик, ты рассказывал, что, видишь, вот, вот они, могилы были здесь. То есть, их выкопали, что ли? Раньше тут все кладбище перекопали. Вот они, видишь, они это вот в 90-е годы копали. То есть? Еще Шишкин не огородил это место, сюда ходили все, кому не лезь. Так они им на памятниках выкорчевывали или положительные вещи вот со стилетами? Они вот прям могилы разрываются. Ооо. То есть тут беспредельщиков побывало много. Ничего себе. Это, вот, разу, чуть-чуть у меня без интереса, ну, к старине. А я вот ничего никогда не копал. У меня даже если есть тут знакомые копают, они тоже могилы никогда, у них табу на это. Вот поэтому они, видишь, в разных местах, он их туда спустит, но там тоже должны быть могилы. Потому что оно кладбище было прямо до реки. Мужики рассказывали, кто, ну, как сказать, родом отсюда у кого родители. Вот оно, огромное. А мы сами про это узнали только в этом году. Если ты вот у меня видео смотрел, где я с котом в лес, вот мужик, который у меня спрашивал про кота, вот у него с Полушино родители. И у него здесь вот тоже, наверное, я думаю, каким-то предки похоронен на этом кладбище. Ну, здесь как раз с 1800-х, с 700-х и таких вот годов именно, здесь очень древние. Ну, вот, мы сами туда никогда не лазили. Вот сейчас меня спроси, что там, я не знаю, я туда не ходил никогда. Ну, просто... Заросли и заросли всегда. Ну, да, но мне кажется, там уже вряд ли какие-то магистры. Нет, они вот именно там. А, есть. Они до реки прямо были. Ну, блин, ну, то есть... Ну, там прямо стоят такие же памятники, вот эти надгробия. Говорит, я не знаю, я не был там никогда. А, а... Это просто вот, я сказал, вот этот кунжир. Ну. Он говорит, что лазерство было очень огромное. Все, скорее, вот мы даже здесь можем помоделывать. Видишь, ямы надежные... Да, 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 ты их раскопали в итоге все. Я сам вот в этом месте вот лазил первый раз. Да, вот и сейчас вот. Оно же видно, вот. Вон, видишь, к тому же, да, крест кованый валяется. Смотри. Да, 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 да. И причем, значит, интересно, они их били, эти кресты. Ну, это вообще такой старый крест. Резьбу в каком году придумали? А, с резьбой. Не, я просто этим как бы никогда не задавался вопросом. Мы, как говорится, родились, уже все это было. Ну, да. Но это можно поискать где-то. О, блин. А так здесь, да. Если полазить, я думаю, ты много чего найдешь. Потому что... Смотри, резьбу какие-то недавно были. Ну, да. То есть вот там же построено, недостроено вот это вот сооружение. Да, там стояла палатка. А-а. Вот палатка стояла там. Там как раз и жили. Я точно не знаю, они как. Ну, я думаю, они муж с женой. А, вот как. То есть вот они жили там. Сейчас они живут в Ивановске. То есть вот как бы временно их не пристанище, что-то типа того? Ну, да. Ну, вот они приехали тогда. Ага. Сказали, что им этот, Геннадий Александрович, выделил палату. Ну, вот шишки. Типа за место как дачный, такой, ну, дачный островок или... Не то, что дачный, а он сам человек верующий, а не верующий. Я думаю, он им помог. А, ну, типа рядом с церковью просто, чтобы... Ну, да. А сейчас вот они живут в Ивановске, где у него этот... Ну, частная территория его. Понятно. Ну, по крайней мере, здесь стало опять тихо. Ну, все ездили тут рабочие были, все. А сейчас смотри, тишина седла. Ну, из-за праздников, я думаю, если только так. Не, ну, с другой стороны, тут это... Рабочие-то они, судя по лицам, они не христиан. Ну... А вот я не знаю, Даша. Главное, что не хочу, какие там приезжие такие. Ну, я просто культурно сказал это. А, даже так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова